Заболел у меня голубенок. И не заболел, они его не кормят. Мы вчера искусственно так, Володя нажевал пшеницу с семечками и одновременно покормил. Покормили, ну думали к утру он кончится, а он отелимался и все, совсем опрокинутый лежал, стал смотреть. И вот я заметил, если он не пикает, крыльями не машет, к родителям не пристает, они его не кормят. А он рядом сидит, голодный, зоб пустой. А у них полный. Вот все наблюдение веду и первый раз это увидал за 60 лет. А почему? Такого случая не было. А почему они его бросили кормить? Неизвестно. Двое, тот стал перебивать его. Он как раз этот больше всего брал, вот этот вот, у родителей из зоба. А тот рано научился есть, а этот не может есть сам. Вот он сидит на пшенице, сидит на семечках и еще не ест, не долбнет. Ждет, а они что-то не вылетают сегодня. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 кошек спрятал. Надо, чтобы они вылетели и покормили. А второго голубенка не вытаскивает. Вот они вылазят. Не вытащил его сюда, потому что они первого начинают тогда его кормить. Нужно, чтобы их побудило, нужно накормить его. А мы так, я ему клют разъевали, а вот то, что Володя жвачку сделал, толкали. А потом из пипетки, из ложки ему воду туда заливали, чтобы вода прошла. Это вот мать вылезла. Это я им семечки дал на прикорм, чтобы они возвращались. Вот, собираю семечки, чтобы они туда залезали сами. Вот он к ним не идет. Вот это беда. Он не просит. Они отправляются, свободны. Из-под него семечки пшеницу клюет. Вот он развернулся голубой. Вот это их. Похоже, что это самец тоже. Ну, по-нашему выразиться, мальчик. Видишь, он тыщет мимо. Мимо. Он сидит на пшенице, а клюет на пустое место. Все, он не видит или еще. Ну, по-нашему отца-то. Вон, отец из-под него выбирает все. Вот беда-то какая. Вот от тренировка надо. Крылья-то засиделись. Там листики мои все улетают. Вот он крутится. Почему он не кормит? Он рядом сидит. Дай ему маленько-то. Вот, Володя, надо идти сейчас печь топить там в храме. Вот она оправляется. Много оправится, как гусиха. Вот все. Целый день может сидеть и не оправиться ни разу. Вот сейчас посмотрим под ней, как. Вон она, сколько наворозило. Скорее торопится, чтобы яйцо не застыло. Одно яйцо. Сейчас прыгнет вниз. Вот. А этот сидит рядом. Ну, покорми. Тот хотя бы один раз пикнул. Как будто отказался от родителей. Вот сидят на пшенице и на семечках. Этот сидит, как будто это не его голубенок. Еще вчера кормить, ну, этот тот перебивал, не поел. Зоб пустой, и он помирает. Лежал уже опрокинутый. Ну, вот, покормили, и он ожил. Я думал, все. На корм пойдет моим кошкам. Вот, крылышками машет. Он распустил, как падает. Даже стоять не может. Ну, повернись, ты же родной отец. Ну, еще ж ты такой безжалостный. Голубь мира. Главное, крылышком машет, а сам от к отцу не повернется даже. То есть, он забыл его или еще у него. Что случилось, непонятно. Ну, этот-то подошел бы к нему, заклюв его, он бы сейчас ему в рот и положил бы то, что съел. Совершенно не реагирует, как будто они чужие друг к другу в один день. То есть, голуби, если еще ослабел у них, они его добивают всегда насмерть. Они очень жестокие в этом вопросе. Будут долбить и долбить, пока тот не кончится. Голуби мира. Это я такие статьи считал про жестокость голубей. Этого нет ни одной птицы рядом с человеком. Отвернулся, пить войдет сейчас. Пить войдет сейчас. Куда пошел? Сам не знает. Этот сидит в тазик, может оправиться. У меня ведро воды пропадет. Хоть бы какой-то признак показал, что это его детище. Он смотрит, клевать хочет и не знает, как. Ну, вплотную подошел. Голова к голове. Умирает от голода. Но, внимание, а если это где-то даже дикие голуби, сидят где-то там вверху, идет мимо человек, он все описывает. Вот они его. А он пригорюнился, что-то не наелся или еще. Они его долбнули, а он не улетает. Он второй раз. У него голова, наконец, уже кровавая. И падает вниз камнем, погиб. Сами добивает его. Это нет ни у куриц, ни у кого. Вот он. А он не долбит, а мимо просто. Там нет пшеницы. Вот она, он на голое место долбит. Вот интересно, как. Ну, все, придется брать в руки. Володя, сейчас я буду. Как? Это никак нельзя заснять. Две руки заняты у меня. На треножник? А как? На треножник. А ну-ка, треножник. Ну, давай поставь. Показать, как мы его кормим. Отвернулся, все. Вчера бы не покормили. Сегодня бы уже он окощенел. Хотя в избе, а не тепло. Градусов 16-17 тепла. А на улице мороза. Вообще никак. А он больше всего. Вот сейчас. Сейчас я вытащу другого голубенка. Другого. Как он поведет? То есть я специально не вытащил, чтобы у этого был полный зуб, и он ему отдал. Где он? Вот он сидит. А ты сейчас сидишь. Давай, 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 давай. Давай, вот сейчас я его как раз покажу. Как он будет к отцу относиться. Гули, 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 гули. Вот он пошел. Вот он какой. Сразу крыльями. Я его специально не садил, не вытащил, чтобы те отдали тому пищу. Так, подожди, Баленечка, Владимир, сейчас. Никаких он сам ест. Клюет именно пшеницу. К отцу даже не идет. Этот не идет, потому что сытый. А тот пытается тому, даже не ноль внимания. И одновременно отказал. Раз этого не кормят, потому что самостоятельно начал есть. И того. Вон он, пить. Пить, главное. Нашел водичку. Гляди, там чуть-чуть. Ага. Ему, значит, сначала нужно дать водички. Маленько плеснуть в рот. Вот он показал. Так, ну все понятно. Давай, ставь треножник. Можешь там поставить. А там вода-то есть? Да нету, я убрал воду. Возьми это, в кружку налей. Потихоньку подойди. И его туда подвезти. Он пить хочет. Это признак того, что он живой. Потихоньку, потихоньку. Так. Посмотрим сейчас он. А ты не налил полную-то? Надо было полную налить, чтобы клюв утопил. Полную налить надо, полную. Доверху. Потихоньку, потихоньку. Вот он ушел. Все. Давай этот треножник. Вот они все сбились. Это сегодня у нас 17 марта 2019 года. Воскресенье раннее утро. А куда треножник-то? А? Куда треножник? Да может там поставь. У меня стоит? Да. Стоит, да? Да. На, держи-ка. Я его сейчас в твоей воде поднесу. Он испугался тебя и ушел. Ох ты, еще и бежать вздумал. А ну-ка, смотри-ка. Ну-ка, давай. Вот он. Он не может даже. Ну все, тогда. Давай. Привязывай там. Привязывай аппарат этот. На каком расстоянии там, посмотри. Так, сразу приготовь пипетку. Что ты такой? Гуля-гуля-гуля. Шприц. Ну, что такое-то. Значит, вода должна быть. И вот, его туда не садить, надо повыше. И воды налить. И всякой еды. Вот так, да? Ну давай. Пониже, пониже. Я вот так буду. Вот так, хорош. Там я ногой не пни только этот треножник-то. Так, поднимет это. Ты на мясорубке пропустил? Ну да. Так, семечки с этой, да? Ну да, тут и. Ну давай. Пшеницей. Пипеточку бери. Вот, шприц. Я вот, вот так он делает. Голубь берет его и туда дает ему. Плесни ему. Воды? Водички, чуть-чуть. Ой, лишку. Вот так. Ну-ка, давай, теперь, теперь, сейчас, сейчас. Подожди-ка. Улетела. Не повышилась. Нет, нет. Есть, есть. Улетела вон в рукав меня. А, в рукав. Да, вот он клюв разденул. Той, стой, стой, не дергайся. Это жизнь твоя. Давай скорее. Той, той, той. Давай-ка вот сюда, над столом. Надо сюда маленько подвернуть. Вот так вот. Чуть-чуть подверни. Вот так, давай. Ты зацелонил рукавом-то? Чего зацелонил? Так, подожди, подожди. Давай. О, что-то опять. Ну-ка еще. Я нижний щелюсть оттаскиваю. Вот теперь туда, это, пипеточки, водички ему кресни. Давай. Спасай. Давай-давай-давай, скорее. Прошло? Давай еще. Может быть. Давай, вот она у нас какая. Он проглотил хоть? По-моему, да. Ну-ка. А ну-ка еще пипеточки присни. Чуть-чуть там присни. Воды-то много не надо, потому что он много не пьет еще. Ну, подожди, подожди, клюв скорее же. Давай-давай-давай. Все-все-все, нормально. Давай сейчас. Ты так бери прямо, чтобы как-то на палочке, говорят. Давай. Все. Заткнуло ему рот. Видишь, он выдирается. Не может проглотить. В горло не попало, в рот попало ему. Так, чуть-чуть присни. Вот так. Еще давай. Пусто у него здесь. Надо, чтобы зоб у него тресся от этой пшеницы. Совершенно еще нету. Давай, придется покормить его дня два. Ну-ка давай. Ну-ка давай. Давай-давай, хорошенький мой голубок. Вот, теперь давай туда ему, скорее, присни водичку. Все, готово. Ну, давай, давай. Да смотри, он стал ходить. Вчера он лежал, просто опрокинулся. Крылышки подобрал даже. Ну-ка давай, еще присни чуть-чуть, маленечко. Я полег вчера спать и думаю, мы ему много воды налили. Думаю, он погибет от воды. А родители-то ему только смощенное дают. Давай, сейчас еще. Так он уже более взрослый же уже. Ну да. Может, тогда больше еще ему не случилось. Надо приучить, чтобы из этой пил воду. Тогда он будет клевать. Еще. Давай-давай-давай, протолкнуть надо. Теперь подожди-ка. Давай. Вот, подожди-подожди. Давай-давай. Гуля-гуля-гуля. Все. Все, вышло? Да-да, вышло. Еще дать или нет? Да, я думаю, пока хватит, наверное. Оставить? Да. Ну, одному мне не сделать. Так ты не придешь больше? Нет, всего, я ухожу сейчас. Значит, тогда ждать до обеда ему на этом. Ну да. Одному никак, его надо держать. Клюв-то раздевать. Давай еще маленечко, чуть-чуть. Лишку будет? Да я не знаю. А так, сейчас. Давай, вот. Нужно вот так вот, чтобы он сам держался. Давай я на газетку поставлю. Чтобы не так ноги скользили у него. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Гуля, гуля, гуля. Да что такое с тобой, а? Гуля, 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 гуля. Давай-ка. Скорее. Подожди-ка. Давай. Стой, стой. Стой, 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 стой. Давай. Давай, присни ему туда водички. Побольше. Еще. Еще. Все, закончилось. Все, я отпускаю. Теперь это, чтобы не засохло как-то, закрыть бы целопан. Если он привыкнет пить и начнет сам есть, то уже, значит, чего-то это стоит. Это мое рабочее место. А это второй, который слабенький был. Наоборот, стал больше. А тот мимо прошел. Всех напугали. Ну, все на этом. Вот так. Мать отказалась кормить. Отец отказался. Он обречен. Если вот так сейчас его кормить, больше и больше давать, он осилится. И тогда начнет сам клевать. Этот клюет прямо пшеницу. В клюв попадает она ему. Вот такая, брат, натура голубинная. Все.